Тот же самый Саркази, когда шел в власть, мы уже были студентами, наверное, нет, больше не были студентами. Или были студентами, когда Саркази избирали президентом Франции. А первый был, были студентами. У него какая группа? Известная мадам? Или известная дама? Известная. Чем она известна? Мадель. Набор на сус. Ну вот зачем она известна? Ну так чем она известна, мадам? Она что, написала по его абаде? А на дам? Нет, нет. Чем, значит, она известна? Привлекатель. Телом. Больше ничем. Сейчас, каим, вот, уртское имя длино. Но ведь это личное дело. Но вся пресса писала о том, какая она, какая она, какая она модель, какая она будет. Это для межгосударственных отношений и управления Францией. Имеет какое значение? Какое? Для международных отношений? Никакого. И вот сейчас Франция тоже агрессор в Ливии. Милая Франция, у которой, знаешь, у которой с нами особые отношения. Вообще говоря, здесь мы не жать их. Я могу позволить себе президент? Не может и Путин, неудобно. Но Путин, правда, режет иногда. Прямо им в лоб. Называет их теми, кем они являются. Ливи, дизайн, дам, директора. Они агрессоры. Они уничтожают ливийский народ. Древнейший, один из древнейших народов Абхи. Его культуры добивали. Те достижения, которые они добили, уничтожили. Потому что в Ливии была бесплатная медицина, бесплатное образование. Были дотации молодым семьям и все. То, что мы сейчас на себя устраавливаем, мы все было сделаем. В рамках часто собственного государства. Это не нужно кричать о коммунизме. Это все уже вчера еще и день. Позавчера еще можно было кричать, там, коммуняки. Сейчас это уже стало очевидным. Никчемность этих людей, которые кричали. Теперь позавчера на телевидении им задали вопрос. А что вы сделали за 20 лет? Болтали только? Обратились к представителю Единороза. На которое заседание. Смотрел нашу. Жигуру. Нибирал наш. Жириновский. Жириновский рядом с ним сидел. Умница с моей точки зрения Прохорова. Я говорю, ладно, знаю, но то, что он говорил, так что он говорит только умный человек. Он говорит человеку, потом представитель России Единороза сидел, потом представитель Ямлако сидел, и представитель Компартии. И между собой спорили и доказывали послужить. Вот здесь мы можем позволить сюда внутри спорить и называть их как хотим. А когда бы там сидели пять человек разных представителей страны, в том числе и Саркази, которого они иначе называли как кузнечиком, который смотрит, скачет как кузнечиком, что он уже подергивает, что он, как Гитлер с ним может исследовать. Саркази так пришел к власти, благодаря всему, благодаря всем, что модная женщина была очень популярна. Это он сыграл в существенную роль. В международную, при победе во Франции, в международных отношениях, да-да, никого не было. Как она красива, она некрасива, модель, она не модель. Она молча. Ничего не зря. Слава Богу. После этого решают те задачи, которые полагаются. Родить себя подобно. Как говорил Шекспир, можно посоветовать. Как говорил Шекспир, женщинам все, если не хотят сохранить красоту, каким кремом надо пользоваться? Ничего подобного. Надо себе родоваться. Хотите заедно сохранить красоту? Родить себе подобных. Читайте санэти Шекспира. Шекспир как раз был в начале, когда капитализм устанавливался. А мы сейчас не надо, чтобы все принимаем эти пустяки в обзоре. Итак, международные журналисты, личные достоинства и качества того или иного представителя страны не играют столь существенной роли, как мы думаем. Здесь играет роль прежде всего позиция страны, ее экономическая мощь, ее значение, ее влияние культурное страны, а не какого-то неграмотного президента вроде Буша. Мы не можем оскорблять Соединенных Штатов, потому что попался такой болванчик, не отнесли, не наркоман, вот и потаску еще, как был Буш влач. Это жена одного из князь, отца этого, который сейчас правит, они упоминают ее все время. Это красавица артистка, голливудская артистка.